Всем привет, мои дорогие котята, с вами Мурка Дикая Кошка. Сегодня мы будем раскрывать вот эту красивую посылочку. Приехала она ко мне с Wildberries, и я устраивала опрос в сообществе от вашей комментарии, слева и справа. Я думаю, что мы сейчас проверим, кто же из вас был прав. Ну что, начнём? Итак, ба-ба-ба-бам! Да, барабанная дробь, и это Стелла! Ребят, потрясающая фея, просто пришла ко мне. Ничего не могу сказать, вышла она мне рублей в 600, хотя изначально её цена 1000. Я сразу скажу, что это подделка под настоящую мотелловскую куклу, но при этом, даже смотря через коробку на её взгляд, понимаешь, насколько раньше были красивые куклы, как их переделали, и насколько милы... Да, Флорочка? Насколько милы они стали сейчас. В общем, ребят, давайте я не буду томить. Начинаем распаковку. Ой, прошу прощения, забыла. Не показала вам задник. Задник очень даже стилизованный. Блум в Беливиксе, хотя крылья, ребят, крылья другие. Вот здесь видно, что Беливикс, но крылья другие. Намекаю на крылья из будущего мультика. Вот у неё такие же крылья там. Далее феи коллекции Ловикс, Любовикс. Но, к сожалению, это коллекция феи Беливикс. И также указаны партнёры, указан магазин, который выпускает этих кукол, то бишь продаёт. И мне безумно нравится то, что стилизация вообще потрясающая в этом плане. Ну, естественно, что это из Италии. Любовикс Фейри. Здесь у нас Музов Беливиксе. Ну, и коллекция, собственно, должна называться Беливикс Фейри. Ну, как назвали, так и полетели. В общем, вот так вот. Если честно, при распаковке меня удивило то, что эта кукла должна быть, так скажем, подвижной. Но, к сожалению, у неё не работает механизм крыльев. И это очень печально. Скорее всего, он сломан, просто говоря. Фея достаточно красивая. Волосы немножко мочалятся. Волосы очень светлые, в отличие от другой феи Стеллы. Ну, как вы знаете... Сейчас секундочку поставим. Как вы знаете, что у меня ещё есть вот такая вот девочка-фея. Да? В Анириксе. И даже сравнительно... Сейчас я откреплю крылья, да? Чтобы было удобнее смотреть. Сравнительно. Сравнительно вот с этой Стеллой Она смотрится как-то более... Я даже не могу подобрать слово. Смотрится более интересно. Хотя у этой Стеллы волосы более жёлтые. Вот если посмотреть вот так вот, да? Более жёлтые и более качественные. У этой волосы немножко мочалятся. И они как седые. Я не скажу, что прям вот... Знаете, пепельный блонд такой. Хотя у Стеллы должны быть жёлтоватые такие волосы. Вот этот механизм должен приводиться как бы в работу вот здесь. Но, к сожалению, нет. Она не работает. Это очень печально. Это очень... Ножки у нас не двигаются. Ни в каком варианте. Сапожки. Кстати, где-то я видела уже эти сапожки. Ну, ладно. Сапожки с носочками. Всё очень красиво. Всё очень мило. Лично на ручках. По типу... Перчаточек. Или что там у Стелла было. Юбка очень некачественная. Но, в принципе, ребят... Кстати, руки вот эта статичная. Она не двигается. Не шарнирная. И вот здесь встроен тот самый механизм, который я впоследствии, думаю, разберу и посмотрю, как она работает. Должна ли она работать вообще. В общем, вот такая вот Стелла, ребят. Если честно, к покупке я советую. Потому что за такую цену вот такая вот кукла. Даже очень круто. То есть за 600 рублей вот полноценный Беливикс. Это очень круто. Ребят, просто на Вайлдберрис... Я сейчас картинку скину. Да, как бы в правом углу будет картиночка. Найдёте. На Вайлдберрис продаётся. Вот. Сразу говорю, приезжает одна из трёх кукол. То есть не факт, что вам попадётся Стелла. Ну, возможно, вам попадётся Стелла. Но не факт. Там есть ещё Блум и Флора. Жалко, нету выбора. В общем, вот так вот. Ребят, если вам понравился обзор на вот такую вот милоту, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok